Заявители приехали с нескольких районов. Лилия Бивал представляла интересы краснодарцев. Переход перекрестка улиц Российской и Кожедуба для жителей микрорайона – настоящая полоса препятствий. По словам женщины, движение на этом участке очень интенсивное. Автомобили едут в четыре ряда, а светофора для пешеходов там нет. Объяснить ситуацию Вениамин Кондратьев требует главу города. Я думаю, что, Евгений Алексеевич, вот этот вопрос, когда мы по городу обижаем, надо нам не просто смотреть сегодня на те проблемы, которые громкие, видные, в том числе и застройка, и детские сады, и поликлиники, и скверы, на проблему обычного человека, обычного горожанина. А для него намного важнее проблема, как улицу перейти, а мы это не замечаем. По улице Российской очень много было обращений. Мы в этом году уже выполнили непосредственно проектную смертную документацию, техническую документацию. И поэтому где-то мы к лету, к середину лета, как раз вот когда начнутся летние каникулы, я думаю, уже выйдем на реализацию непосредственно этого проекта. Хочу вам сказать спасибо за быструю такую адекватную реакцию на этот вопрос. Но, знаете, самое важное, наверное, не ждать, когда жители дойдут до власти. Намного важнее, чтобы власть быстрее дошла до жителей и почувствовала, и поняла вот эту проблему. Ведь она смогла достучаться, она смогла дойти. У нас в городе практически миллион сегодня жителей. И далеко не каждый сможет сегодня прорваться через чиновничьи кабинеты и дойти до губернатора. Дошла до губернатора и Татьяна Пухальская из Темлюкского района. На встрече с главой региона она узнала, что в этом году начнут капитальный ремонт улицы Щерса. Чтобы привести в порядок участок в 700 метров от Горького до Декабристов, из краевого и местного бюджета выделят больше 40 миллионов рублей. Но ситуация там действительно уже критичная, пожаловалась Вениамину Кондратьеву заявительница. Дорога у нас, конечно, ужасная, особенно в осенне-зимний период. Ливневки нет, тротуаров нет, дороги разбиты. Ваша улица стоит 41 миллион. Эта улица небольшая, небольшая. А вот по всему краю и даже по всему Темлюкскому району это огромные деньги. Мы не один бюджет должны положить на дороги. Мы это делаем, потому что другого-то пути нет. Мы и зарабатываем сегодня, и бюджет для того, чтобы все-таки мы это делали. Не потому, что вы пришли сейчас к губернатору, к президенту достучаясь, а потому что, слава богу, что власть сегодня в Темлюкском районе заработала. И эта улица уже стоит в системе ремонта в этом году. Это самое главное. Знаете, мне важно не в ручном режиме сегодня какие-то ситуации исправлять, а чтобы система работала, чтобы главы муниципальных образований изначально проблему увидели и системно ее решали. С общей проблемой на уже жители Мостовского района обратилась Людмила Степанова. Она рассказала губернатору о том, что их старый водопровод на улице Красной разрушается практически на глазах. По словам Вениамина Кондратьева, сегодня в край этот вопрос решают системно и поэтапно меняют все водопроводные сети. В эту программу включен и проблемный участок в Мостовском. По поручению главы региона, работы там должны быть завершены уже до конца года. Инга Габеши, телекомпания ФКТ